... с учетом женской психологии. И сейчас я вам расскажу о фундаменте отношений с женщинами. Если вы не знаете вот этого всего, то не стоит даже начинать работать с женской аудиторией. Нюансов очень много, в маркетинг он обширный. Но я вам дам ту самую базу, очень важную, очень интересную. Я вам расскажу 5 основных женских желаний. И начнем с самого актуального женского желания. Это безопасность. У мужчин такое желание проявлено не очень сильно. Мужчины могут и любят побороться. Мужчины при покупке товара часто думают, что не понравится, верну. Ну, а если сильно не понравится, ну, найду на конференции и морду набью. Ну, например. Женщины, так не рассуждая, для женщины важна 100% безопасность. Причем эту безопасность нужно рассматривать с разных сторон. Во-первых, как ваш продукт удовлетворяет безопасность. Ну, например, если это диск «Как выйти замуж», то понятно, что женщина выйдет замуж и обретет социальную безопасность от социума. У нее будет плечо, на которое она сможет опереться. Подумайте, переложите это на свои продукты. Но также очень важно, продвигая ваши товары, учитывая эту женскую потребность. И давайте вместе порассуждаем, что должно присутствовать на продающем сайте для женщин. Частично вы уже видите, но мне нужно услышать от вас, чтобы я понимала, что... Вкусные картинки. Вкусные картинки. А как к безопасности относятся? Возвраты. Обязательно, конечно. Гарантия возврата. Далее. Штатность. Обратная стоять. Да, да, да. И лучше всего, если будет указан номер телефона. Для чего? Очень часто женщины нам звонят и спрашивают, а вы на самом деле существуете? Да, конечно. А с кем вас соединить? Онлайн-контанты. Не с кем. В общем, я просто так хотела убедиться, что вы есть. И большинство вопросов именно такие. Это просто про безопасность. Дальше смотрим на картинку. Если вы продаете какие-то диски, продаж, что я имею в виду товары, секс-шопа, вы должны указывать, что все это доставляется в непрозрачном покорке. Крупными буквами должно быть написано, что никто, даже курьер и ваши коллеги, никто не узнает, что же вам доставили. Далее. Если вы принимаете оплату картами, очень желательно организовать, чтобы при выписке со счета не было указано, за что конкретно она оплатила деньги. Это нужно заранее учитывать, потому что очень часто женщины оплачивают карточек своих любимых. Он не должен знать, что она заказала. Далее. Про безопасность. Если у вас есть выступления на телевидении, на радио, какие-то статьи в газетах, вы все это обязательно должны доносить до своей аудитории. Вы должны доносить, что вы существуете, вы реальный человек, вы персона. И, конечно же, отзывы. Если на ваши продукты нет отзывов, то очень низкая вероятность, что кто-то купит. Причем, если раньше было достаточно самых простых отзывов, отзыв, сверстанный на сайте, то сейчас люди доверяют отзывам в плагинах соцсетей. Почему? Конечно, они пишут и спрашивают, а это правда, то, что здесь написано. С этой потребностью понятно. Но что же, переходим тогда в другой. Принадлежность к группе. Ни для кого не секрет, что женщины очень любят объединяться в группу. Но, если эта группа «Хочу замуж», например, то здесь есть нюансы. Потому что, да, они с удовольствием объединяются, они с удовольствием общаются, но при этом они не хотят, чтобы кто-либо из друзей и знакомых знал о том, что они состоят в этой группе. Поэтому вам такой совет сделать группу с таким позитивным названием, чтобы люди были готовы делиться тем, что они там состоят. Например, я нашла решение. «Хочу замуж» — это только первая ступенька, куда я веду женщину. А дальше мы все идем в успешный и любивый. Как вариант. И, кстати, очень многие компании играют на этой потребности. Причем активно. Я подобрала вам несколько примеров. Вот, например, новое поколение выбирает Pepsi. Что здесь продается? Здесь продается компания единомышленников. Пей Pepsi, и ты будешь такой же активной, веселой. Ты попадешь в нашу компанию. Или, например, Jobs эксплуатировал эту потребность просто потрясающе. Дело в том, что он не просто сказал, что вот мы, яблочники, мы самые креативные, самые крутые. А мы против леммингов. Мы против той серой массы, которая пользуется Microsoft. И все рекламные компании построены на этой потребности. И если вам удастся свою группу схватить против какой-то другой группы, вы получите результат в 10 раз превосходящий, чем вы просто создаете какую-то группу. Потому что люди сплачиваются, укрепляются, расширяются и так далее. А вот еще один пример. Google. Когда только появилась почта Gmail, то, может быть, это помните, зарегистрироваться там было невозможно. Вы могли зарегистрироваться только в том случае, если вам ваш друг прислал приглашение. Таким образом, они создавали у людей ощущение своей клюзивности, особенности. Мы вступаем в какую-то очень особую группу. И только когда там набралось 10 миллионов пользователей, они разрешили регистрироваться всем желающим. С этой потребностью понятно? Давайте перейдем к следующей. Любовь и принятие. Это тоже очень важная для женщин потребность и не очень актуальная для мужчин. Почему? Если вы работаете с мужчинами, то вы можете смело говорить, что ты лузер, и я тебя научу. И, как вы знаете, именно так работают пикатели. И это очень успешные ребята. И если вы работаете с женщинами, то ни в коем случае не нужно говорить, что ты неудачница. И я тебя научу. Потому что в этом случае от вас отпишутся все. Нужно ей обеспечить полное принятие и любовь. Потому что первый вопрос, который мне задают в рассылках, что со мной не так? То же самое и на тренингах. Что со мной не так? И первое, что нужно ответить женщине, с тобой все так. С тобой все хорошо. Просто ты чего-то не знаешь. У тебя нет каких-то навыков. Можно использовать такой смысловой оборот в стиле «ты богини, я тебе раскрою», грубо говоря. То есть раз я раскрою твой талант. Тебя раскрою, да. Не я тебе раскрою. Тебя раскрою. Ну да, естественно. Как можно больше поддерживать. И я вам покажу сейчас прекрасный ролик, который построен именно на этой потребности. Спасибо. 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 Спасибо.